Привет! Очень часто родители испытывают сложность сбора анализа мочи у своего ребенка. Как у мальчиков, так и у девочек. Возможно, у мальчиков это бывает чуть-чуть попроще. Однако, конечно, когда мальчик также еще маленький, бывают определенные сложности для того, чтобы безопасно, аккуратно, правильно собрать анализ мочи у ребенка. Особенно сталкиваются с такими трудностями именно сбора мочи у девочек маленьких. Так, существуют очень классные приспособления, такие как мочеприемники, которые также продаются абсолютно в любой аптеке, которые стоят буквально несколько копеечек. Вот на наши белорусские деньги он стоит 28 копеек. Согласитесь, по-моему, это действительно гроши для того, чтобы такое приспособление помогло безопасно, чистенько, аккуратненько собрать песни ребеночка для анализа. Итак, также не забывайте про индивидуальные вот такие вот упаковочки, такие контейнеры. Если, опять же, не хотите задумываться о том, что где взять банку, как ее помыть, простерилизовать и так, чтобы она осталась чистая, да, и в ней не было никаких патокинных микроорганизмов, которые могут в анализе мочи показать что-то нехорошее. Итак, я всегда использую вот такие вот индивидуальные баночки. Так они также стоят буквально 50 копеек. Продаются также в любой абсолютно аптеке. Называется контейнер пластмассовый однократного применения. Вот как раз-таки стерильный. Вот такой вот пакетик. Все закрыто, все чистенько. Вот здесь вот существует, так вот можно надорвать. Так. И аккуратненько, безопасно мы извлекаем вот этот контейнер. Опять же, мы не лезем вовнутрь данного контейнера. То есть у нас здесь все стерильно. То есть даже если мы сейчас снаружи вот это трогаем, ничего страшного не произойдет. Далее. Есть специальная наклеечка, которая опять же все делаем чистыми руками, хорошо помытыми. Ребеночку подстилаем пеленочку, ложим ребенка на пеленочку просто горизонтально. Так. Отклеиваем вот такую вот наклеечку с данного пакетика. Так. Наклеиваем вот эта вот вся часть прямоугольная, она клейкая. То есть наклеиваем на тельце ребенка. У мальчиков можно, скажем так, половой орган поместить вовнутрь этого пакетика. Так, так как правило и получится. У девочек просто наклеиваем. Так, хорошенечко вот так вот наклеили и, в общем-то, приложили, чтобы нигде ничего не подтекало и не протекло. Так. И когда ребеночек начнет писать, то как раз таки все содержимое попадет в пакетик. У меня такого не было, чтобы, скажем так, куда-то потом проливалось мимо пакетика. Нет. Всегда, если все правильно установлено, если все правильно приклеено, приклеено достаточно хорошо и плотненько, то никаких сложностей абсолютно не должно возникать. Никаких подтеканий-протеканий, соответственно. Так. Итак, все содержимое так остается уже здесь, именно в этом вот контейнере в таком, да, определенном. Потом аккуратненько отклеиваем от кожи ребенка данный пакетик и все безопасно уже переливаем в стерильный вот такой вот контейнер для сбора мочи. И так все. Никаких абсолютно сложностей нет. Главное, вы знаете, что внутри все стерильно, все абсолютно чисто. И уж точно вы себя не будете никаким образом винить, если что-то в моче было не так в анализе в самом, да, и будете знать, что вы соблюдали все правила чистоты, стерильности и аккуратности при сборе данного анализа. Вот такое классное приспособление существует. Также стоит буквально несколько копеек. И согласитесь, все-таки данные копейки, они не стоят того, чтобы, не дай бог, если анализ мочи будет не очень хороший по вашей вине, по вашей нечистоте сбора данного анализа, то, конечно, эти походы или поездки в поликлинику, отнятие вашего времени, мне кажется, они не стоят того, чтобы отдать несколько копеек буквально за вот такие вот классные, крутые приспособления. Нужная информация, которую я хотела сказать по поводу таких классных приспособлений, таких классных мочеприемников для сбора мочи. Все, всем всего хорошего. Пока-пока.